Девушки отдыхают Но в последние годы вспышки заболеваний все чаще стали фиксироваться в Европе, а затем и в России. И хотя инфекция изначально носила привозной характер, отказ многих родителей прививать своих детей стал толчком к распространению вируса в нашей стране. В 2017 году уже прошла регистрация 721 случая заболеваемости кори. Сюда вошли такие области, как Московская область, Москва, Республика Дагестан, Чеченская республика. За два месяца текущего года у нас уже регистрация 521 случая заболеваемости кори. Вирусная инфекция передается воздушно-капельным путем. Любой контакт с заболевшим приводит к заражению практически в 100% случаев. Инкубационный период кори может длиться до 4 недель и протекать без каких-либо видимых проявлений. Последние 2-3 дня развития кори и до пятого дня с момента появления сыпи человек считается заразным. Если врач знает симптоматику кори в начальном периоде, дифференциальный признак этого заболевания на слизистый щек можно увидеть такие мелкие белые пятнышки, как вот у нас описано в литературе, как будто посыпали манкой, которые не снимаются. И слизистая мягкого нюба на киперемирном фоне, такие яркие розовые пятна. Прежде всего, кори опасны своими осложнениями. Самые серьезные – пневмония и энцефалит. Нередко на фоне кори развиваются патологии центральной нервной и дыхательной систем. А иммунные системы человека, переболевшего корью, еще долгое время находятся в ослабленном состоянии. Против кори пока не существует специфического лечения. Можно лишь облегчить больному течение болезни, снизить риск развития осложнений и передачи вируса окружающим. Дети болеют очень тяжело. Таких детей очень жалко. Нам повезло. У нас была иммунная прослойка достаточно хорошая, которая сейчас снижается в городе в связи с отказами родителей от единственного метода профилактики – это вакцина-профилактика. Только родители могут решать, делась прививку от кори своему ребенку или нет. Но прежде чем принять окончательное решение, нужно тщательно взвесить все за и против. Более 90% заболевших за последние годы детей были непривиты. В данный момент в городе не зафиксированы случаи кори. Мы надеемся, что это так и будет у нас. Единственная у меня просьба, конечно, к нашим родителям, чтобы как-то пересмотрели свои взгляды на вакцинацию против этого грозного и серьезного заболевания. Потому что Москва не так далеко от нас. Масса детей и студентов учатся у нас привезти, могут привезти это заболевание в любой момент. Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок. Дети получают две дозы препарата в возрасте одного года и шести лет в составе комплексной вакцины от кори, паратита и краснухи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова